Дай почитать. Удивительная история. Королевские персоны на могиле рыбака произносят благодарственную речь. А виной всему, дорогие слушатели, селедка. Бейкельс задумал избавить селедку, рыбу, легко добываемую и водившуюся в изобилии от характерной черты сильной горечи. Источником горечи были жабры селедки и ел желчный пузырь. Он научился отсекать их одним движением ножа. И пришла ему в голову гениальная мысль солить рыбу в бочках прямо на борту своей лодки. Такая рыба легко транспортировалась и долго не портилась. Да и на вкус она была нежной и неповторимой. А дальше уже другая история, связанная с предпринимательством и замечательным открытием, как из обычного продукта сделать основу страны при помощи таланта находчивости и предпринимательства. Это одна из 37 историй, рассказанных в книге «Жестокая экономика. 37 невыученных уроков». Ее авторы Дмитрий Потапенко, известный российский предприниматель и президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. Они описывают негативные исторические факты из экономических ситуаций разных стран, случившиеся в разные времена. Парадокс в том, что все повторяется, находит продолжение в современных российских и мировых реалиях. Авторы, безусловно, расширяют и развивают экономическую эрудицию читателей и проводят аналогии между прошлыми и настоящими сложившимися экономическими ситуациями. Это поучительные истории о фарфоре, табаке, пряностях, бумаге, пиве, конфуцианстве, о швейных машинах, зингера, о сахаре. Кто сейчас помнит крепостного Шереметьевых Даниила Букарева? А ведь именно ему Россия обязана промышленным производством подсолнечного масла. Мы сегодня производитель и экспортер номер два в мире, выступаем только Украине. У нас, цитирую авторов, даже нет такой торговой марки или она не популярна, хотя этот человек достоин того, чтобы им гордились. Несмотря на жесткую борьбу с табакокурением, люди продолжают, к сожалению, курить. Для чего и почему? А может, чтобы переключиться с активной деятельности на пассивное созерцание? А может, в скором времени найдется другой способ для философской медитации? Узнайте об этом из книги «Жестокая экономика» 37 невыученных уроков Потапенко Иванов, 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенское, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать!